Приветствую вас! Вы мне показались довольно душевным человеком, поэтому я надеюсь, что вы постараетесь понять то, что я вам попытаюсь сказать сейчас. Надеюсь, что вы услышите меня, потому что это важно. Первое, что нужно сделать вам, это сепарироваться от родителей. Вы им помочь ничем не сможете. Потому что они взрослые люди, и им самим нужно справиться с тем, как они живут. Им самим нужно решить эту проблему. Им самим нужно принять решение, либо они вместе, либо они разводятся. Но за взрослых людей, которым 50 лет, вы, 27-летняя женщина, принять решение не в силах. И было бы странно, если бы были в силах, ну, согласитесь, да, взрослые люди, и решение сами принять все. Получается, не могут? Ну, согласитесь, это странно. Это очень странно. Вот. Поэтому, постарайтесь, пожалуйста, понять для себя, что ваши родители взрослые, они сами выбирают свой путь. И что вы, тоже взрослые, позвольте родителям быть не только родителями, но и людьми. Позвольте себе быть не только дочерью, но и человеком, и женой, а скоро уже и матерью. Вы не можете быть только дочерью, но вы остаетесь дочерью. И, оставаясь дочерью, вы воспринимаете своих родителей только как родителей, но они уже не родители вам, как-то говорили. Они вам уже, скорее, они вам уже, скорее, как партнеры, они вам уже, скорее, как, знаете, как люди, у которых есть своя жизнь. Как люди, у которых у тебя есть свои дела, свои какие-то проблемы, может быть, свои какие-то ситуации, связанные именно с, ну, вот именно с их жизнью. Понимаете? И вы, как бы вы ни бились, как бы вы ни старались, что бы вы ни делали, вы не сможете ничего изменить, потому что они пришли к такой жизни осознанно. И вам нужно понимать, что родители, по большому счету, все устраивают. Им все нравится. У них, да, у них, у них жесткая жизнь, но им все нравится. Их, в общем-то, если бы не устраивали, они бы давно уже развелись бы. И не надо говорить, что маме и папе некуда идти. Нашли бы вам можно, если бы захотели. Нашли бы. Но не сделали этого. Значит, их все устраивает. Это значит, что менять ситуацию они не будут. Поэтому мама предпочла пить вместо того, чтобы решать проблему. Это ее выбор. Уважайте ее выбор, каким бы он ни был. Поймите, у вас сейчас своя семья. Если я понял правильно, что вы живете с родителями в одной квартире. И с мужем вы сидите в одной комнате, как вы говорите, а не в другой комнате. Так вот, подобная давящая атмосфера не приведет ни к чему хорошему в отношениях с вашим мужем. Просто постарайтесь это понять, что мужу вашему тяжело. Договоритесь с ним, что вы постараетесь найти выход и тогда все-таки на отдельное жилье, на отдельную площадь переехать и жить там. Жить так. Вот это будет правильным. То, что вы сейчас делаете, вы просто не несете ответственность за себя и за свою семью, а несете ответственность за родителей. Играете в спасателя. Понимаете? А игра в спасателя, это бег от ответственности своей. То есть у вас ребенок, у вас муж, вам волноваться нельзя. А вы волнуетесь. И вы своим волнением, если интересно, вредите ребенку. Так вот, и вопрос у меня. Так вы ребенка-то ждете, вы ребенка-то катите, вы ребенка-то своего вообще любите, вы ребенка-то беспокоитесь о своем? Если да, то не нужно волноваться. Хотя бы ради ребенка. Не нужно. Вообще это включаться. Знаете, ваша мама, она ведь что делает? Она ходила по бабкам. Да, она выбирала, там, ну вот, нетрадиционную, так скажем, медицину, да, предсказание и так далее. Я ничего плохого не имею против этого. Но поймите, по общему правилу, когда человек так делает, он, скорее всего, бежит от ответственности опять же. То есть, ваша мама бежит от ответственности тогда, когда, значит, ходит к гадалкам, тогда, когда пьет и так далее. Вы сейчас, вы сейчас делаете по сути то же самое. Так же, как и ваша мама, вы бежите от ответственности. Так же, как и ваша мама, вы, ну, не решаете сами проблемы. Свои проблемы не решаете. Решаете проблемы других. Пытаетесь. И тем самым, не можете не отодвигать своего мужа и своих, свои проблемы, свои, как бы, переживания, да, и своего ребенка на задний план. А так делать нельзя. Если вы вышли замуж, то сперва ответственны за свою семью. Сперва ответственны за нее и отвечаете за нее. И именно поэтому, потому что вы отвечаете за свою семью. У вас, значит, теперь своя, вам нужно работать над ней, ну, над тем, чтобы она процветала, да. Семья ваших родителей вас волновать не должна. Сколько ваш муж, например, допустим, будет терпеть то, что вы переживаете за родителей. Ну, вот подумайте об этом точно. Море приятно, что вы переживаете о родителях и тем самым меньше внимания уделяете, например, ему. Ну, вряд ли. Вряд ли. Вряд ли. Знаете? Вряд ли ему приятно. И именно поэтому нам нужно срочно это делать. Это прекратить делать. Знаете, одна проблема в том, что родители, вероятно, никогда не показывали вам свою человеческую сторону. То есть они всегда были для вас только родители. Они всегда были для вас только как бы такими насамскими. родители. Они не были для вас именно еще друзьями. И это большая проблема, потому что как друзей воспринимать вы их не можете. И дружить с ними вы не можете. Дружба это и есть. Принятие. Принятие людей других такими, какие они есть. Что касается ответа на ваш вопрос, что вы задаете, да, по поводу того, что вам делать с мамой. А вот как маме помог помочь? Посмотрите, если вы говорите о том, что мать выпивает это недостатка интима, то, соответственно, почему она только сейчас начала это делать? Что мешает вам с ней, например, поговорить и сказать, мам, ну вот тебе явно нужна мужская ласка, да? Тебе явно нужно мужское тепло, тебе явно нужна мужская забота, вот. Так давай, давай как-нибудь вместе соберемся и, там, например, ну, уйдем от папы, грубо говоря, допустим. Уйдем от папы и позовем, ну, позовешь пока с нами, да, в нашей квартире, в нашей комнате или квартире. Лучше квартир, конечно. А потом уйдем другому мужчине. То есть ваша мама, она, значит, она ведет себя как жертва. Почему? Потому что ей вроде бы, вот, вроде бы она хочет, значит, ну, вроде бы ей не хватает секса, вроде бы, но при этом, при том, что ей не хватает секса, она ничего не делает для того, чтобы он у нее появился. То есть если у бабы, если баба болеет, то его можно было вылечить, его можно было как-то, там, полечить, да? Это во-первых. Во-вторых, ну, даже если у бабы проблемы со здоровьем, даже если, то, ну, женщину можно удовлетворить по-другому, и обязательно классическим способом. Но он же, как я понимаю, этого не хочет. А вопрос заключается в том, почему. Вы же, я надеюсь, понимаете, да, что это не бросать, да? То есть если мужчина не хочет удовлетворять женщину, свою женщину, если мужчина не хочет ее удовлетворять, значит, на это есть причина. И не нужно, опять же, говорить, говорить о том, что вот, там, классический баба не мой. Не обязательно классический. Значит, ну, нет. Если проблема в сексе, то это решается через именно вопросы с сексуальным. То есть у сексолога, например, направляется свою маму к сексологу и так далее. Вопрос в другом. Вопрос в другом. То, что дело не в сексе. Что дело не в том, что вашей маме не хватает секса. Дело в другом. Дело в том, что ваша мама проблема давна более глубокая, на самом деле. Проблема более глубокая. Проблема не столько в сексе, сколько именно в том, как позиционировать и воспринимает себя. Ваша мама. Как она себя видит. Как она себя чувствует. Как она себя преподносит своему мужу, вашему отцу. Понимаете? Вот что главное. А не то, что есть у них там секс, например, или нету. Понимаете, да? Какой момент. Вот именно об этом я и хочу вам сказать. Именно об этом я и хочу вам сказать. Для секса вольница отмазка. Это повод. В конце концов, ну если входит для секса, в чем проблема найти другого мужчину-то? Почему из-за этого нужно так убиваться? Почему из-за этого нужно так переживать? Поэтому нет. Проблема здесь ни в этом. Проблема здесь ни в другом. Поэтому вам нужно свою маму вытаскивать. Вам нужно со своей мамой разговаривать наедине без отца. Чтобы он как-то вот видел, что, во-первых, вы с мамой создаете определенный дандем. Это важно. Потому что дандем заставит его чувствовать себя дискомфортно. А если мужчина будет чувствовать себя дискомфортно, это его сподвигнет на... Ну, на какие-то действия. Это сподвигнет его на какие-то поступки. Мужчина, он априори, он не будет ничего делать до тех пор, пока все работает. То есть, пока все устраивает его, пока все достаточно его усилий, он не будет ничего делать. Потому что ему это не нужно. Аудитный бандит значит, что все как-то устраняется, что все складывается не в его пользу, например. Вот тогда да. Да, мужчина что-то делать будет. Ну, вам нужно это сделать. Вам нужно создать... Вам нужно создать предпосылку для этого. Понимаете? А если... если ничего не делать, то ничего не будет. Понимаете? А вот. А с мамой не нужно говорить о том, чего она хочет, почему она выпивает. Что ей реально не хватает. Какие у нее проблемы. Вот. Если уж... если уж так говорить. Вот. Ну и... естественно, естественно, что неплохо было бы, вот если вы с ней поговорите, да? Эээ... там... ну, сделайте для нее вот то, что... то, чего она хочет. Например. Ну, допустим, да? Допустим, вот... там... захочете ей, допустим, мужчину, да? Познакомите ее с кем-нибудь. Вот. И все. А дальше она будет делать то, что считает нужным. Вы не сможете ее изменить. То есть, помогите ей. Помогите ей один раз. Не превращайте это в какую-то панацею, в мантру твоей жизни. Сделайте один раз для нее. То есть, скажите, мама, вот я вижу, что ты там, например, злоупотребляешь алкоголем. Да, я не хочу, чтобы ты злоупотреблял их. Вот. Скажи, могу я сделать что-то, чтобы ты перестал, что тебе не хватает? Вот. Да? Все. И после этого, если она вам скажет. Вот. И сделайте, сделайте. Точни ей как раз то, что он будет. Точни ей это. Помогите. Один раз. Но. Но. Качественно. Один раз. Но как следует. И после этого уже оставьте ее в парку. Если человеку действительно это нужно, она обязательно воспользуется этим. Если нет, это ее проблема. Вот. Я уверен, что будет гораздо хуже, если вы из-за этой ситуации потеряете, например, своего мужчину. Скажите, такого не может быть? Здесь напротив. Такое может быть. Такое может быть. Это происходит незаметно. Как правило. Это происходит, как правило, постепенно. Но это бывает. Поэтому берегите свою семью. И в погоне за помощью другой семье. Не упустите свою. Понимаете? Не упустите свою семью. У вас есть, что терять. У вас есть, что хранить. Смотрите на своих родителей. И не повторите их ошибок. Не повторите ошибок своих родителей. Своей мамы, в частности. Как она выступает в роли жертвы. Постоянно. Ну, может быть, не постоянно, но выступает. Не нужно. Не нужно, чтобы вы тоже были жертвы. Понимаете? Да? Надеюсь, что он не думает. Вот так. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад вам помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарить вам за его оценку. Желаю вам всего самого доброго и удачи.